Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. В Нижегородской области 49 районов, около 400 сельскохозяйственных предприятий. И, конечно же, все они по-разному работают. Кто-то преуспевает, получает неплохую прибыль, а кто-то, наоборот, катится вниз и находится уже в предбанкротном состоянии. Особенно это касается северных районах Нижегородской области, где и климат более суровый, и почвы бедные. Но касается отчасти. Вот смотрите, например, Кавернинский район, север Нижегородской области. Практически весь район довольно успешно занимается сельским хозяйством. Их соседи – Семеновский район. Там, увы, сельское хозяйство практически не развито, есть несколько фермеров, но в Семеновском районе есть хозяйство Ильина Заборской. Север Нижегородской области. А сельхозпредприятие – один из лидеров вообще во всей Нижегородской области. Идем дальше, на север. Уренский район. Вот уж действительно север Нижегородской области. И там сельского хозяйства, можно сказать, нет. Но опять же, колхоз имени Горького – лидер Нижегородской области. Причем ведь самостоятельно, только за счет своих сил, средств, за счет умений руководителя поднялся и стал занимать лидирующие позиции в регионе. Еще севернее – Шахуния, Шаранга – тоже есть хозяйства, которые работают. Так что не все зависит от климата и от почвы. Главное – это, конечно же, люди, руководители. Ну, пожалуй, самым преуспевающим сельскохозяйственным предприятием Нижегородской области на сегодня является агрохолдинг Нива Бутурлинского района, который возглавляет Евгений Михеев. Вот как Михееву удалось практически с нуля создать самое преуспевающее сельскохозяйственное предприятие, об этом я сегодня вам и расскажу. Товарищество на вере Нива, Михеев и компания было организовано в 1993 году. Михеев в то время был директором совхоза. Но, в отличие от большинства своих коллег, он не держался за целостность хозяйства и одним из первых в стране пошел на деление совхоза. Это был один из таких наиболее простых и быстрых способов начать жить по-новому. То есть приобрести собственность и уже работать, не оглядываясь на то, что тебе скажет и кто как на это отреагирует, а жить собственным умом без всяких подсказок и оглядок с боку. Мне пришлось ездить и в Америку, и в Канаду, и в Европу, и в Германию, в частности. Я посмотрел на то, как там работают. И вот в чем разница? Разница сразу бросалась в глаза. Там все в частной собственности. У нас все как бы ничего. И в управлении, как говорится, и все, вплоть до кухарок, все гораздо на общих собраниях делают замечания. Вот частная собственность, это хоть ее не проклинали очень долгое время у нас, ничего лучше-то не придумали. Вот ничего лучше не придумали. Сейчас все все равно подошли к частной собственности. И те хозяйства, которые не капитализировались, а там, где 100 человек и 100 голосов, они, как правило, работают хуже экономически. Михеев во многих вещах был первым в Нижегородской области. Он неоднократно совершал революционные шаги, не укладывающиеся в сознании коллег. И каждый раз практика показывала, что он оказался прав. В то время, когда все аграрии в один голос жаловались на низкие закупочные цены, на мясо, молоко, зерно, Михеев запустил свою переработку и свою торговлю. Не получится, говорили ему, тебя не пустят на рынок, твою продукцию не будут брать магазины. И не надо, ответил Михеев. И построил свои собственные магазины. Организовал выездную торговлю в райцентрах и даже в селах Нижегородской области. И прибыль, которая и раньше доставалась различным перекупщикам, посредникам, переработчикам торговли, стала оставаться в хозяйстве. Не будь собственной переработки и торговли, конечно, заниматься производством свинины довольно рискованно. Когда тут такие монстры на 160 тысяч, у них, естественно, расходы, вот такие, значит, себестоимость в производстве ниже. Потому что за счет производительности труда все-таки большие комплексы, они в этом плане выгоднее. Но мы берем за счет собственной переработки и собственной торговли. Очередным нестандартным шагом Михеева стало присоединение пяти обанкротившихся хозяйств. Нет, хозяйство банкрота прибирали к рукам многие, но только исключительно ради земли. Пригоняли сюда свою мощную технику, получали урожай, но при этом местные жители сидели без работы. Михеев же в присоединенных хозяйствах в первую очередь начал развивать животноводство. Вот с этого начинали, вот такие у нас тут вот. Да, да, да. Постройки. Последние из того, что выводцы, остальные. Вот, эксклюзив. В 2004 году эта ферма должна была прекратить свое существование. На зиму здесь не заготовили ни килограмма кормов. В день от полудохлых коров надаивали 100 литров молока и возили его на молокозавод. Бензин на дорогу обходился дороже. На УАЗике представили. В 2004 году, в декабре месяце взяли, вот возили отсюда три пляги молока. Коровы тут были и тигровой породы, и всякой породы. Сколько сегодня надоем молока? Ну, вчера. Вчера, на вчерашний день, 20-250 килограмм. 20 тонн, 250 килограмм. Да, да. А ведь ему тогда опять говорили, что животноводство нерентабельно, что это будут впустую потраченные деньги. В Нижегородской области только в 2010 году появилась программа развития животноводства. И все массово начали строить новые животноводческие комплексы. Михеев опередил всех на пять лет. Ферма практически на развальных построена новая. Там несколько, ну, пять-шесть телятников, старых коровников. Они все это, все железобетонки, пич, все это вот, ямы, надолбы. Территория вот такая. И вот ее надо было привести в порядок. И мы, кажется, добиваемся этого. Это тоже, ну, своего рода подходим к культурному ведению производства. В 2010 году Михеев вновь дает повод говорить о себе. Все аграрии Нижегородской области обсуждают его решение перейти в растеневодственную технологию «Ноутил». Полностью отказаться от обработки почвы – это пойти в разрез со всеми канонами, со всеми учебниками по агрономии. В Нибу едут делегации за делегацией. Только с одной целью – найти изъянов технологии. На месте убедиться, что для Нижегородской области эта технология не подходит. Когда своими глазами видят обратное, начинаются домыслы. Дескать, Михеев основной урожай получает на дальних полях, которые никому не показывают и которые традиционно пашут. А эти «Ноутильные поля» исключительно для показухи и для привлечения к себе внимания. И даже 9-летний успешный опыт работы по этой технологии на 10 тысячах гектаров не убедил некоторых сторонников классического земледелия в ошибочности их мнения. Они до сих пор каждый год ждут и утверждают, что уж вот в этом-то году «Ноутил» даст сбой и Михеев останется без урожая. Да-да, за дыханием, за дыханием. – А вам не обидно было, что вот все ждут, когда же провалишься? Не радуются, что получается, а все ждут, когда… Вы понимаете, я, очевидно, пережил тот момент жизни, когда я должен обращать внимание на мнение других. Вот пережил, значит, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. Я ведь его не сам придумал, отмутил. Я ведь видел успешные хозяйства за границей в основном, конечно, которые работают по этой системе очень много. А почему мне не попробовать? А люди всегда склонны, значит, подсматривать и ждать что-то неприятное. Вот такой у нас характер. Есть, конечно, и другие аграрии, и их немало. Те, кто приезжает с целью перенять опыт, внедрить у себя то, что сделал Михеев. Смотрят, изучают, внедряют и разочаровываются. Ибо не получается так, как у Михеева. Уж сколько хозяйств тот же ноутил пытались перенять? Никак. И оправдание всегда находится. Почва не та, климат не тот, поля не под тем углом к горизонту расположены. Не получается, потому что люди хотят взять бастион под названием ноутил нахрапом. Здесь не получается. Я уже много раз говорил, что ноутил, он для умных и для шахматистов. Здесь нужно действительно, для того, чтобы начать заниматься ноутилом, нужно все шаги свои последующие заранее просчитать. То есть, насколько ты готов применить то или иное мероприятие, готов ли ты своевременно сработать гербицидами, готов ли ты подождать сеять, когда, казалось бы, все побежали, а тебе еще рановато. И вот если сорваться в любом из этих моментов и не выдержать очередности, не выдержать сроки, темпы, то вряд ли хорошего результата получится достигнуть. 50 урожайных на этом поле. Видно, колоски чистые, сорняков не видно. Вот это, значит, система ноутильная, без обработки почвы. Она способствует выращиванию стабильных урожаев даже в засушливые годы. Как вы видите, на наших полях сегодня были, вот уже два месяца не было как осадков, а у нас в полях все цветет и пахнет, и до сих пор 50 сантиметров мы убираем пшеницу. Евгений Михеев ничего не делает с наскока. Он очень долго анализирует, просчитывает ситуацию на много шагов вперед, рассматривает все возможные варианты развития. Советуется со специалистами, с заместителями и только окончательно убедившись в правильности расчетов, делает очередной шаг в развитии предприятия. Но делает его быстро, не затягивает. Именно так было и с технологией ноутил. Он изучал ее несколько лет, а перешел в один сезон. Да, пришлось взять большие кредиты, но риски опять оправдались. Впрочем, не риски, нет, точный расчет. Шесть лет мы выходили из кредитной задолженности. Для того, чтобы увеличить производительность труда, нужно все-таки было вооружиться, перевооружиться. Это новую технику производительную, как правило, так, чтобы она окупалась быстро. И мы на это очень сильно потратились. Но потратились после начала. Это же удавка кредита. Это самая настоящая удавка. Вот в прошлом году мы ушли от кредитов. У меня на сегодняшний день ни одной копейки, вот публично заявляю, ни одной копейки кредитных ресурсов нет. Здесь в первую очередь, во главе угла стоит наш руководитель, который ни разу, не то что тактически, стратегически не выбрал тот или иной неправильный путь развития. Когда, возвращаясь к нулевой технологии, в 2010 году мы применили эту систему. Все над нами смеялись. Ну, эта система, которая применена в Бразилии или которая применена на Алтае, в Оренбурге, у вас не пойдет. Мы же на протяжении всего времени не просто доказываем своим оппонентам или людям, которые не верили в эту систему. Мы каждый год не им доказываем, мы каждый год делаем свое дело, и это дело приносит нам тот или иной успех, который выражается именно в экономическом смысле. Не в количественном, не в гектарах и, соответственно, сборе урожая увеличения, а именно в экономическом смысле. Он и его специалисты никого ни в чем не переубеждают, никому ничего не доказывают. Они просто работают одной слаженной командой на один результат. И результат этот выражается не в литрах, килограммах, тоннах, центнерах, а в рублях, в экономике предприятия. Когда мы ведем свой бизнес, мы предполагаем, что нам необходимо вырастить не то или иное количество зерна, а мы предполагаем, что нам надо вырастить, в первую очередь, зерно с низкой себестоимостью. Каждый год у нас растет рентабельность всех видов, выпускаемых нами продуктов. Это вот самое главное. Где сэкономить без потери для производства и на чем еще можно заработать? Задача, которая каждый день стоит перед всем коллективом агрохолдинга «Нива». Здесь каждый работник в поиске. Именно такую команду единомышленников создал Евгений Михеев. Люди на работу не под палку идут, а идут в большинстве своем с удовольствием. Потому что у каждого есть возможность проявить себя, применить свои знания. И в производстве у большинства из специалистов есть какие-то моменты, которые разработаны, придуманы, внедрены именно им. На сегодняшний момент мы как бы в авангарде находимся, но любое промедление, любая остановка на месте будет говорить о том, что мы потеряем. Потеряем, может быть, своего покупателя. А самое главное, самое главное, почему мы не стоим на месте, это дефицит кадров. Реально ощущается дефицит кадров. И когда ты начинаешь занимать другую нишу, кроме тех, в которых ты уже работаешь, это способствует увеличению зарплаты специалистов, увеличению зарплаты работников в сельском хозяйстве, в нашей организации. Поэтому это, кроме того, что будет приносить прибыль самой организации, это будет приносить дополнительный доход людям, которые будут задействованы в той или иной нише, в том или ином нашем новом направлении. С 2019 года в Ниве решили развивать два новых для холдинга направления в бизнесе. Производство семян трав и продажу племенного скота. Скоро Михеев снова будет на слуху. Опять будут говорить, что направления эти малоперспективны, что племенных хозяйств в Нижегородской области и без того в два раза больше, чем в среднем по России, что семена и животных в страну везут даже из-за границы и ниша занята. Но у Михеева свои расчеты. Если из-за границы везут, значит, своего-то не хватает. И если предложить качественный товар здесь, на месте, то он будет востребован. Сейчас у нас два проекта, на которые мы надеемся, это производство на продажу семян трав, в частности люцерны и клевера. И мы готовим для этого оборудование и поля подсеваем. И уже на будущий год, наверное, у нас будут на продажу травы. И второй метод мы практически перешли на сексерное семя. Это семя, которое на 95% после ее осеменения плодотворного дает телочек, а не бычков. Бычки у нас вообще ни по чем уходят сейчас. И для этого, вот, видели, мы два телятника заделали. Вот 110 тысяч прибыли от каждой телки можно получить. Но 100 – это рентабельность очень большая – 200-300%. Евгений Михеев опять работает на опережение, как это бывало уже много раз. Он опять станет лидером, и на него опять будут равняться, ездить, перенимать опыт, учиться. Найдутся и те, кто до последнего будет ждать, когда же Михеев ошибется. Но пока в его работе ошибок не было. Мелкие недочеты, проколы, да, бывают, но их исправляют мгновенно. Для того и существует здесь команда единомышленников в главе с руководителем. Понравился там, больше всего, конечно, харизматичный и бессменный лидер этого предприятия, Михеев Евгений Константинович. И по общению, по производству, это человек, как бы, ответственный за то, что ему, там, Богом, там, Родина и Дадина в управлении, так сказать. И очень ответственно к этому подходит и к людям, и к земле, и к тем ресурсам, которые там у него есть. Я его знаю больше 40 лет. Мы вместе учились в сельхозинституте. В то время, ну, как нас судьба свела, он был такой очень деятельный даже в институте, Евгений-то. Он везде участвовал, всегда был на виду. Этот человек, вот, это ходячая энциклопедия. С ним можно разговаривать на любую тему. Это ведь все-таки доктор наук не какой-то купленный, вымышленный. Именно он эту докторскую свою выносил умом, кровью и потом. Вот именно он понимает эту практику и теоретик. Докторскую диссертацию Евгений Константинович защитил в 2004 году. Ее тема – создание холдинга как эффективного механизма развития агропромышленного комплекса в рыночных условиях. Он сам с нуля создал этот эффективный механизм и на практике доказал его работоспособность. Знаешь, какая у него есть еще черта такая очень хорошая? Вот когда бы мы с ним не говорили, вот это его хозяйство, это его личное хозяйство. Но хоть бы он вот когда-нибудь сказал, у меня там вот... Никогда. У нас. Значит, это вот именно ценит того руководителя, который говорит не у меня, а у нас. Это значит, что он ценит своих работников, которые работают вместе с ним и которые делают общие дела. Вот эта черта очень хорошая. Евгений Михеев празднует свой день рождения в первый день года. Ему уже 71. Согласитесь, по нему не скажешь. Большинство руководителей в этом возрасте отходят от дел. Говорят, устали, пора давать дорогу молодым. Михеев дорогу молодым дает в полной мере и уже давно. Коллектив у него в подавляющем большинстве молодой. А вот сил и энергии, пожалуй, у Евгения Константиновича еще можно позаимствовать. Евгений Константинович, для того, чтобы сохранять трезвость ума и поддерживать себя в такой прекрасной форме, ежедневно проходит не менее 16 тысяч шагов. Невзирая на погоду, невзирая на сезонность, зима, лето, весна, осень, дождь. И такая жизненная позиция, именно активная, я думаю, что позволит ему еще несколько десятилетий поддерживать себя в тонусе и сохранять свежесть мышления. Вот мы с ним были на золотой осени за один год. Утром он мне стучит. Так, я гуляю каждое утро, 10 тысяч шагов делаю. Я говорю, куда мы сейчас пойдем в этот? По Москве. Пошли. Это, ну что-то, уникальный человек очень. Как говорил Высоцкий, я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. Ну, конечно, природа, несомненно, дала у меня родители и по материне, и по отцовской линии долгожители. Но я, конечно, занимаюсь. Я каждый день делаю физзарядку. Ни один день не пройдет, чтобы я 11-12 километров я провожу каждый день. Через день я стараюсь плавать, я стараюсь сон свой все-таки соблюдать. 7-8 часов нельзя за счет сна решать другие вопросы, потому что в конечном итоге ты все равно меньше решишь, потому что устанешь. То есть, вот, ну и, соответственно, питание, питание нельзя есть много сладкого, нельзя вот углеводом злоупотреблять. В норму надо есть белки, потому что белки, если много белков ешь, они разлагаются и засоряют организм вредными радикалами. Это тоже все давно доказано. То есть, надо умеренно питаться и качественными продуктами. Ну вот, я думаю, и все. Я считаю, что опыт Евгения Михеева нужно тщательно изучать и даже писать, на примере этого сельхозпредприятия, учебники, чтобы учить молодых специалистов, чтобы в будущем наше сельское хозяйство еще активнее развивалось. Сейчас у нас в программе традиционный блок рекламы, после чего не менее традиционная рубрика «Клуб». Споем и скляшем. Продолжаем программу. И пришло время нашей постоянной и любимой многими нашими зрителями рубрики «Клуб». Слушаем хорошую песню и подпеваем. Пока, Дон-Батюшка и Волга-Матушка бежит, казакам на этих реках привольно жить. И пущай враги наши от злобы стареют. А друзья рядом с нами пущай молодеют. И пущай красавицы казачки расцветают. А дети нашу славу продолжают. Да будет жизнь у нас, как райский сон. За нас, за казаков, за вольный Дон, за Волгу-Матушку. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно тоже. Шуточная русско-народная строевая песня. Задумал я жениться. Задумал я жениться в семнадцатом году. Но дело не клеится, невесту не найду. Ей-ей, живо-живо, даешь и пару пива. И парочку девчата, чтобы было с кем начать. Ей-ей, живо-живо, даешь и пару пива. И парочку девчата, чтобы было с кем начать. Родимый ты мой батюшка, жениться я хочу. Не шучь ли ты, Ванюшка, ей-богу, не шучу. Ей-ей, живо-живо, даешь и пару пива. И парочку девчата, чтобы было с кем начать. Ей-ей, живо-живо, даешь пару пива. И парочку девчата, чтобы было с кем начать. Любимый ты мой, Ванюшка, у мельника есть дочь Он за тебя без белика отдать её не прочь Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо даёшь пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать К тому ж она горбатая и не дошла умом Зато она богатая, приданный полным дом Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Лошадушки, коровушки и несколько овец И будешь ты, мой Ванюшка, богатый, как купец Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Родимый ты, мой батюшка, я лучше утоплюсь Но на богатой дурочке я вовсе не жанюсь Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо даёшь и пару пива И парочку девчата, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо, даёшь и пару пива И парочку девчат, чтобы было с кем начать Ей-ей, живо-живо, даёшь и пару пива И парочку девчат для зачетия казачат Это всё, о чём я сегодня хотел вам рассказать Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю на канале ННТВ И, как всегда, будем говорить о жизни О простой деревенской жизни, без прикрас Увидимся! Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»